Добрый день! Мы работаем в прямом эфире. Телефон для ваших звонков 376-4588. А также пишите нам по номеру 7-900-206-4588. Для начала хотелось бы понять, насколько актуальна эта проблема для наших уральских деток, такой как аллергия и аллергический ренит. На самом деле проблема действительно актуальная. Весна – прекрасное время года, когда появляются первые цветочки, приближение тепла. Все это дает положительные эмоции людям. Но не стоит забывать, что весна – это все-таки время аллергии. И миллионам людей, страдающим этим заболеванием, весна приносит только неприятные симптомы и страдания. Нужно понимать, что же такое аллергия. Аллергия – это иммунопатологическое состояние организма, при котором происходит гиперчувствительность иммунной системы. То есть, другими словами, можно сказать, что когда в организм попадает безопасное вещество, аллерген, иммунная система реагирует как на опасный вирус. И распространенность аллергии в мире достигает, по некоторым данным, 40%. И большая часть из этих людей – это дети. Чаще всего аллергия начинается в детском возрасте, в детском или в юношеском возрасте. Поэтому для наших уральских детей, конкретно для нашего уральского региона, это достаточно серьезная проблема. А с какого возраста нужно обратить внимание? То есть, когда может начаться аллергия? Ну, первые проявления аллергии можно заметить на первом году жизни. Уже? Конечно. То есть, когда ребенок появляется на свет, при его питании мы можем видеть первые признаки. Так называемый атопический марш, который проявляется изменением кожи. То есть, высыпание на коже, расчесы. То есть, все это можно увидеть уже на первом году жизни. Но именно аллергия дыхательной системы формируется ближе к 2-3 годам. А как понять по ребенку, который толком еще объяснить не может, что с ним происходит, что вот это не простыли немножко насморк, а именно аллергическая реакция? Эти два состояния действительно схожи. Симптомы этих заболеваний, они практически одинаковы. И бывает порой достаточно сложно различить эти два состояния. Но по некоторым симптомам можно понять, что происходит с ребенком. При аллергии начало, оно всегда внезапное. Оно берется как будто бы ниоткуда. То есть, появляется обильное выделение из носа. Они, как правило, прозрачный характер имеют. Появляется заложенность носа. Ребенок начинает приступообразно чихать. В раз ребенок может чихнуть до 20 раз. И при аллергии практически крайне редкие случаи появления температуры. Простуда же, наоборот, начало имеет постепенный характер. Появляется либо заложенность носа сначала, либо какие-то выделения. Но выделения при простуде, они имеют меняющийся характер. То есть, присоединяется густота в слизи, зелень. То есть, изменения в слизи при простудных заболеваниях, они характерны. И, конечно же, наличие температуры. То есть, она может быть как совершенно небольшой, 37-37,2, так и до высоких цифр, до 38-39 градусов. Также характерно наличие боли в горле при простуде. При аллергии такого не бывает. То есть, там имеется небольшой дискомфорт. То есть, нужно спрашивать, каким образом-то вычленить, понять, что это аллергический ренит именно в раннем возрасте. Понаблюдать сколько там? Ну, продолжительность... Вот, кстати, вопрос о течении, о длительности течения заболевания. Простуда длится в среднем 10-14 дней. Аллергия, ежед, будет длиться намного дольше. То есть, здесь надо обращать внимание на длительность. Как долго этот насморк у ребёнка? То есть, какой насморк? Как меняется? Характерно для малышей ещё такой симптом, как поперечная складка носа. Ребёнок всё время трёт кончик носа. От этого у него возникает поперечная складка на носу. То есть, это называется аллергический салют у малышей. А когда наступает этот период? То есть, сейчас весна уже началась, но сезон аллергии когда стартует? Различают три пика. Вот, допустим, конкретно, если мы говорим про сезонные аллергические рениты, выделяют три пика пыления и растений. Первый пик начинается конец апреля. Начало мая. И длится он до начала июня. То есть, это расцветают, распускаются листочки деревьев, кустарников. В нашем регионе это большинство берёза, ольха, орешник, тополь. То есть, вот конец апреля нужно обращать внимание уже на детей, у которых появляется насморк. А как диагностировать это? Какие существуют методы? Диагноз аллергический ренит ставится, во-первых, на основании жалоб, данных анамнеза, то есть опроса пациента, и лабораторных исследований, также осмотра ребёнка, осмотра полости носа, наличие наследственной предрасположенности, предрасполагающих факторов к развитию аллергических процессов у ребёнка, и специфическая диагностика – это выделение специфических антител из крови ребёнка. То есть, это достаточно только анализа крови, чтобы понять? Конечно же, нет. Одного анализа для постановки диагноза аллергический ренит, конечно же, недостаточно. Общий анализ крови нам может показать только наличие зенофилов в крови, также делается анализ на определение общего количества иноглобулинов. Это имеет низкую диагностическую значимость. Поэтому берётся кровь из вены и определяется наличие специфических, именно специфических антител в крови ребёнка. А с какого возраста можно проводить эту диагностику? Также с самого раннего? Ну, обычно этим занимаются аллергологи в специализированных кабинетах. То есть, для того, чтобы поставить диагноз, мы всё равно отправляем ребёнка, осматривая, предполагая, что у него аллергический ренит. Хотя мы видим клинические симптомы по наличию жалоб, при осмотре ребёнка, мы всё равно отправляем такого ребёнка к аллергологу. И обычно аллергологи... То есть, сдать, конечно, анализ можно в любом возрасте, но обычно это трёхлетний возраст. Татьяна Владимировна, у вас 20 лет стажа. Вот ориентируясь на свой опыт, почему возникает вообще этот аллергический ренит у детей? В связи с чем? И почему так много сейчас? К развитию аллергических процессов у детей, в частности, аллергического ренита, достаточно много предрасполагающих факторов. Основным предрасполагающим фактором – это всё-таки наследственность. Считается, что наличие любого аллергического заболевания хотя бы у одного из родителей повышает риск развития аллергии у ребёнка. Если же аллергическое заболевание имеется у обоих родителей, риск возникает до 80%. Поэтому в первую очередь можно всё-таки сказать, что наследственность – это основной предрасполагающий фактор к аллергии. Второй фактор – это же, конечно же, экологическая обстановка. Наш Уральский регион – достаточно промышленный регион, в котором достаточно большое количество заводов, промышленных производств, фабрик, которые загрязняют воздух. Также Екатеринбург – это большой мегаполис, в котором большое количество транспорта, машин, большое количество пробок. Всё это нарушает экологическое равновесие, что опять же является предрасполагающим фактором к риску возникновения аллергии у ребёнка. Также индивидуальные особенности организма. Сейчас очень большое количество заболеваний желудочно-кишечных трактов у детей, что способствует развитию аллергии. Частые респираторные заболевания, чему способствует опять же наша экологическая обстановка на Урале. Плюс заболевания полости носа. Если у ребёнка имеются аденоиды, сами по себе аденоиды, они есть у всех деток. Поэтому наличие вот такого фактора, как аденоиды, оно задерживает аллерген на слизистые оболочки носа. Поэтому нужно тоже это учитывать. Искривление носовых перегородок – всё задерживает аллерген на слизистые, что способствует развитию аллергии в организме. Также хотелось бы отметить пассивное курение. То есть табак, он способствует выработке антител, то есть сенсибилизации организма ребёнка. Поэтому курение – это опять же предрасполагающий фактор. У меня по поводу курения уточняющий вопрос. Понятно, сигареты, но сейчас распространены вейпы. Это пар. Такая же ситуация? Конечно же. То есть это всё равно вредное вещество для слизистой оболочки носа. Поэтому не стоит, что пассивное курение, что вейпы, разница больше. То есть на ребёнка это тоже будет влиять? Моё мнение, что да. Также средства бытовой химии. Сейчас промышленность шагает вперёд большими шагами, поэтому производится достаточно большое количество средств бытовой химии, которые имеют резкие запахи, что может провоцировать развитие аллергии у ребёнка. Плюс стерильность условий быта. Многие мамочки стараются, особенно у малышей до года, стараются сделать условия квартиры стерильными. А для нормального формирования иммунной системы ребёнок должен встречаться с различными микробами, чтобы хорошо сформировалась иммунная система ребёнка. Хорошо. И в последнее время есть тенденция, также предрасполагающий фактор, способ появления ребёнка на свет. Сейчас имеет тенденция к росту оперативных родов. Когда ребёнок рождается путём операции, то не происходит заселение кишечника ребёнка нормальной микрофлорой, что является немаловажным в развитии дальнейшей аллергии. То есть это тоже фактор ребёнка? Это тоже фактор, конечно же. Затронули тему аденоидов. В интернете очень много вопросов на эту тему. Могут ли возникать аденоиды на фоне аллергии? Или усугубляться ситуация? Конечно же. Что такое аденоиды? Аденоиды – это миндалина, которая располагается в носоглотке. То есть это миндалина, которая существует для того, чтобы нас защищать от проникновения микробов в организм. Поэтому когда мы говорим, связаны ли аденоиды с аллергией, конечно же, прямая взаимосвязь. Аденоиды – это орган иммунной системы, который, раз аллергия – это иммунопатологический процесс, то, естественно, аденоиды будут вовлекаться в аллергическую реакцию и реагировать своим увеличением. Плюс, если аденоиды увеличены, как мы уже говорили, они будут задерживать большее количество аллергена. И пока будет воздействие этого аллергена на слизистую, аденоиды будут оставаться в увеличенном состоянии. И чем дольше этот процесс протекает, тем сложнее им вернуться в обратное естественное состояние. Вот есть вопрос от Вероники. Как раз миндали на увеличенной второй степени и аденоиды второй степени. Насколько это критично? Конечно же, прежде всего, сказать, насколько это критично, нужно осмотреть ребенка. Состояние, если ребенок при этом нечасто болеет. То есть нужно попробовать полечить ребенка. Потому что особенно на фоне аллергии аденоиды хорошо уходят. То есть если правильно подобрать лечение этому ребенку, можно справиться. Нужно учитывать возраст ребенка. Вопрос. Галина спрашивает. Зимой сделали парацинтез, когда можно ходить в бассейн? Парацинтез – это манипуляция, которая производится при среднем отите. То есть когда за барабанной перепонкой скапливается большое количество какого-то эксудата. Это обычно бывает при насморке, при длительном насморке. Он может возникать спонтанно. Делается прокол. То есть парацинтез – это прокол барабанной перепонки. Для того, чтобы эвакуировать содержимое барабанной полости и уменьшить тем самым воспаление. Барабанная перепонка заживает после парацинтеза у кого на первые, у кого на вторые сутки. Поэтому если она целая, если ребенок здоров, можно идти в бассейн. Вот тоже есть вопрос, который касается ушей. Валентина спрашивает. Как понять, что маленький ребенок плохо слышит? Нужно обращать, контактировать со своим ребенком, обращать внимание, когда это происходит. Обращать внимание на возраст ребенка. То есть важное действие для родителей – это наблюдение за своим ребенком. Если это ребенок раннего возраста, до года, то смотреть, реагирует ли он на голос мамы, поворачивает ли он голову на громкие звуки, вздрагивает ли он, реагирует ли он на погремушки. Если это более старший ребенок, то есть, допустим, 2-4-летнего возраста, детки очень увлекаемые. Если он смотрит телевизор, если он занят какой-то игрой, он просто может не слышать то, что говорит ему мама. Поэтому нужно понаблюдать за ребенком. И если действительно возникла такая настороженность, что ребенок не слышит, нужно посетить врача-специалиста. В общем, когда правильно посещать врача-специалиста? Во сколько и нужно ли это делать, если ничего не беспокоит вроде бы? То есть вроде как здоровый ребенок. Врача-утериноларинголога ребенку нужно посещать и профилактически, и если возникли какие-то настороженности в отношении здоровья ребенка. То есть первый поход к врачу-утериноларингологу – это к году. Если не возникало жалоб до года, то ребенок здоров, первый профилактический осмотр – это в год. Затем следующее посещение – это 3 года, либо перед походом, перед устройством, так скажем, в детское учреждение и перед школой. То есть если ребенка ничего не беспокоит, чаще к нам обращаться не нужно. Если, конечно, возникли жалобы на затруднении носового дыхания у ребенка, болят уши у ребенка, появились какие-то выделения непонятные, когда мама не может понять, что такое случилось, у ребенка появились выделения из ушей, боли во лбу, в шее. И малыши реагируют, если он заболел, он может не сказать ведь ничего маме, потому что он по возрасту не говорит. Поэтому он выражает беспокойство во время сна, отрывается при кормлении от груди или бутылочки, капризничает. Вот по этим симптомам можно предположить, что ребенок болен, и необходима консультация врача-специалиста. А о чем могут говорить такие симптомы, как похрапывание, дыхание ртом, гнусавость, при том, что вроде нос чистый? Ну, все симптомы перечислили симптомы появления аденоидов. При увеличении миндалины сокращается просвет носоглотки. Естественно, воздух, проходящий через узкое, так скажем, такую узость, он приобретает характерный звук. Когда ребенок ложится спать, особенно это проявляется во время сна. Ребенок начинает храпеть. Многие родители приходят и жалуются, что ребенок храпит, как папа. Поэтому это признак увеличения аденоидов. Также появляется гнусавость характерная в голосе ребенка. И когда они приходят, попадают к нам на прием, при осмотре мы видим совершенно чистый нос. Чаще происходит после какой-то перенесенной вирусной инфекции. Такое состояние, когда насморк вылечили, а ребенок все равно не дышит и храпит во сне. То есть нужно идти к специалисту. Такой вопрос. Зимой батареи работают, воздух сухой. Есть ли методы? Что нужно делать для профилактики? Конечно. Когда включается центральное отопление, у нас пересыхает все в квартирах. Квартира у нас сейчас с пластиковыми окнами, с ламинатами. То есть все искусственное, которое способствует сухости воздуха. Поэтому нужно проводить и гигиенические мероприятия, то есть брызгать в нос, увлажнять нос специальными солевыми растворами, которых сейчас в нашем арсенале великое множество. И все-таки увлажнять воздух в квартире. То есть есть бытовые устройства, которые увлажняют воздух, то есть увлажнители. У нас очень много вопросов. Например, привезла ребенка в деревню на весну, там чуть не умерли, оказалась аллергия на ольху. Насколько эффективна прививка? Это к аллергологу, да, наверное? Все-таки больше вопрос. У нас нет прививок, это аллергия. Здесь специфическая терапия и комплексное лечение и у аллерголога, и у терринолерголога. Потому что мы достаточно взаимосвязанные две специальности, друг без друга мы не можем. Что делать, если при малейшем ветерке или замерзании рук ног сразу синусит, нос отекает, все стекает по задней стенке, начинает болеть горло, и дальше кашель и так далее? Как вылечить это и без антибиотиков, спрашивает Нина? Во-первых, одевать ребенка по погоде. То есть если замерзают ноги и руки, значит вы неправильно одеваете ребенка, либо ребенок у вас сидит и не двигается. То есть вы его вынесли на улицу, а он замерз. То есть при, конечно, переохлаждении организма происходят воспалительные изменения. Может ли лор лечить голосовые связки или это нужно идти к фониатору? Лор может осмотреть голосовые связки. Но лечение, конечно же, может и лор-врач, и фониатор. Просто фониатор – это более узкая специальность, доктор, который занимается только этой областью, и различные методики помогают. Конечно же, я считаю, что это тоже должно быть в комплексе. И лор-врач, и фониатор. Вообще, насколько технологии, которые сейчас есть на вооружении лор-врачей, много позволяют понять, диагностировать? Наиболее современной методикой, появившейся в наше время, это эндоскопия. То есть, конечно же, мы начинаем осмотр ребенка старыми методами, которые мы используем очень давно. Это осмотр полости носа с помощью носового зеркала, осмотр полости глотки, гортани, ушей с помощью отоскопов и ушных воронок. Но золотой стандарт диагностики лор-заболеваний – это эндоскопия. Эндоскопия позволяет нам заглянуть намного глубже, в глубокие отделы, что мы не видим при обычной риноскопии. И используются сейчас для проведения эндоскопии как жесткие, так и гибкие эндоскопы. Эндоскоп – это трубка диаметром всего лишь 3 мм, которая позволяет далеко заглянуть. Эндоскопия состоит из источника света и оптической системы, которую можно подключить и к видеомонитору, и увидеть это на экране. Не только это увидеть, но и показать родителям, и объяснить. Есть несколько общих вопросов про здоровье уха, горла и носа наших любимых малышей. Как сморкаться правильно? Реально. И у меня дополнение. Возможно ли как-то научить ребенка вообще это делать? Ну, вообще это достаточно сложно – научить маленького ребенка сморкаться. Сморкаться ребенок может уже к году. То есть это действительно реально – научить ребенка сморкаться. То есть тут, наверное, так, как вы общаетесь со своим ребенком, нужно ему это показывать. Конечно, не все в год понимают развитие детей, оно абсолютно может быть индивидуальным у каждого. Кто-то в год научился сморкаться, а кто-то и в 4, и в 5 уже еще не умеет сморкаться. Поэтому правильно сморкаться, не нужно сильно сморкаться. Нужно закрывать одну половину носа, сначала высмаркивать одну половину носа, потом вторую. Ни в коем случае нельзя в обе половины носа сморкаться, потому что чревато это воспалительными заболеваниями. Дополнительно тоже общий вопрос. А уши как правильно чистить и нужно ли это делать? Любая часть тела, она нуждается в гигиене и уходе. И уши здесь также не являются исключением. Ну как там, палочками или что делать? Необходимо проводить гигиенические мероприятия. Ну, я считаю, что это должно быть не реже одного раза в неделю. Сера в нашем организме, она имеет ряд защитных функций. То есть серные массы защищают от проникновения вирусов, пыли, микробов, грязи и народных тел. Обладают антибактериальным действием и увлажняют кожу. И отсутствие серы в слуховом проходе ведет к ряду воспалительных заболеваний. Поэтому не стоит лишать малыша защитного действия серы. Не стоит лезть глубоко ватными палочками. Потому что ватные палочки, они могут как нанести травму слухового прохода, так и сформировать серную пробку у ребенка. Поэтому лишний раз достаточно просто примыть ребенка, промыть ему уши. Этого достаточно? Этого достаточно. А промокнуть каким-то образом вода, допустим? Пробыть любыми ватными дисками, либо ватным жигутиком, который может сделать каждая мама. Просто прочистить. Но не нужно лезть глубоко. Про носуха сказали, про горло. Скажите, насколько это безопасно пить холодные напитки детям? Ну и мороженки, конечно. Тут подход должен быть индивидуальный. Если у ребенка есть какие-то хронические заболевания глотки, хронический тензилит, хронический фаренгит, Конечно же, холод спровоцирует обострение этого заболевания. Но, как ни парадоксально, лечение холодом имеет свои положительные стороны. Но только на ранних стадиях заболевания есть при лечении, так скажем, холодом происходит местный анестезирующий эффект. Все, практически большинство леденцов, обезболивающий эффект основан на анестезии, на охлаждении. Поэтому холод действует как анестетик. Во-вторых, холод снимает спазм сосудов, тем самым уменьшая отек. Но и он не дает быстро размножаться микробам. Но все-таки не стоит малышей лечить холодом. Особенно, если он высоко лихорадит, у него высокая температура, плохое общее самочувствие. Также, возможно, закаливать горло. Но эта процедура должна проводиться в состоянии полного здоровья ребенка и иметь постепенность. То есть, каким-то раствором, начинаем мы с теплого раствора и в течение 2-3 недель доводим до холодного. Это применяется у часто болеющих деток. Ну, а какая должна быть температура? Допустим, стоял напиток в холодильнике. Все зависит от того, к какой температуре вы приучили своего ребенка с детства. Если он привык пить подогретое молоко, если он привык есть только теплую пищу, конечно же, холод может спровоцировать дискомфорт, появление воспаления в горле. А если вы с рождения не приучили его пить подогретое молоко, конечно, холодные напитки не хожу до такого болезнетворного или воспалительного. 30 секунд остается до конца эфира. Первую тему, подытоживая буквально, аллергические реакции. Почему важно обратиться к врачу и не сидеть дома, когда возникают опасения? Потому что аллергический ренит, он опасен бронхиальной астмой. Если аллергический ренит не лечить, то форма его течения может... Ребенок может просто тяжело переносить, тяжело болеть. Тяжелые формы длительное течение этого заболевания. И на фоне аллергии чаще дети болеют вирусными инфекциями. Потому как вирусы – это пусковой механизм к развитию аллергии. И тяжелее переносить заболевания. Поэтому не стоит откладывать визит к врачу. Спасибо большое. Напоминаю, что в студии мы говорили с Татьяной Владимировной Аксёновой, врачом от Арины Ларинголога. Увидимся через неделю. Точнее, увидимся в среду. Завтра в 14.30. До встречи. Медицинская клиника «Детский доктор». Забота о здоровье с самого рождения. Опытные врачи. Лаборатория. УЗИ-кабинет. Служба вызова врача на дом. Детский доктор ждет вас по адресам. Нагорная 46Б, Щербакова, 45 и Первомайская, 70. Единый телефон 287-4808. Сайт детдок.ру. Редактор субтитров А.Семкин